Шесть цифр. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Скажите, пожалуйста, сколько существует шестизначных чисел, в которых все цифры разные? Из этих цифр, один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть отряд. Абсолютно верно. А всего сколько? Разрешены только цифры один, два, три, четыре, пять, шесть и шестизначные числа. Шесть шестой, молодец. Замечательно. А вот теперь, замечательная вещь, есть хотя бы две одинаковые. Есть повтор. То есть, шестизначное число, цифры одного до шести, и при этом запрещено, чтобы... Шесть отряд шестой, минус шесть. Отлично. Все понимают? Угу. Вот. А теперь, будьте добры мне сказать, сколько это? Десятично с теми числами. Семьсот двадцать. Сколько? Семьсот двадцать. Семьсот двадцать. Отлично. А это сколько? А до тридцать шесть, умножить на тридцать шесть, еще раз на тридцать шесть. Семьсот двадцать. Или, если угодно. Семьсот шесть. Семьсот шесть. Семьсот шесть. Семьсот шесть, да? Шестьсот пятьдесят шесть, так? Да. Замечательно. А вот теперь, наверное, мы стираемся с вычитанием. Из вот этого числа двух частей. Сколько будет? Сорок пять тысяч. Сколько? Сорок пять тысяч девятьсот тридцать шесть. Окей, да. Что это такое? Представьте себе, что у меня есть шесть ящиков. Я беру оттуда экзамен. Семьсот шесть, пять, шесть. Смотрите, пожалуйста. Получается, что если брать совершенно случайно эти цифры, то, скорее всего, повтор будет. Видите? Когда разрешены повторы, это сорок пять, даже почти сорок шесть тысяч вариантов. Когда не разрешены повторы. Семьсот двадцать. Семьсот двадцать всего вариантов. Отличие, господа, больше, чем пятьдесят раз. Поним? Вот. Хотелось бы, что шесть не такое большое число. Но уже гораздо вероятнее, что повтор стучится, чем то, что повтор не стучится.